Всем привет! Это Татьяна Чудильчикова. Я психолог-психотерапевт. И это мой канал, на котором много интересного. Сегодня у нас с вами будет история одного психоза. Что я имею в виду? Сегодня я расскажу и покажу вам, что такое психоз, что такое бред, как он развивается, как выглядит, как его распознать в обыденной жизни. Существует такой психологический форум, называется B17. У меня есть видео с него, где я рассказывала о том, как Тепляков пришел на форум к психологам. Если вам интересно, я оставлю ссылочку на это видео в описании. И на этом же форуме большое количество людей есть, которые тянутся в психологическую тему. Они как будто бы смутно понимают, что им нужна помощь. Но при этом они находятся в таком состоянии, что им, очевидно, уже нужна помощь психиатра. И самое интересное, что когда эти люди начинают рассказывать свою историю, а я напомню, что человек находится уже в бреду, уже в остром психотическом состоянии, то тогда часто происходит такое, что не распознают ни пользователи, ни специалисты этого форума, что человек на самом деле психически нездоров. И то, что он рассказывает, это абсолютный плод его воображения. Он может рассказывать совершенно несуществующие вещи, при этом люди ему верят, воспринимают всерьез его рассказ и начинают на полном таком вовлечении думать и пытаться ему помочь, и как-то анализировать происходящее. И я вам покажу, как происходит вот это разворачивание всей этой истории, по каким признакам мы можем определить, что человек находится в бреду, что на самом деле его история абсолютно нереальна. Я взяла пример одной конкретной темы одного конкретного пользователя. Причем этот человек под разными аккаунтами создавал свои темы на протяжении нескольких лет. То есть вся история этого бреда длилась несколько лет и продолжает длиться сейчас. И я первый раз обнаружила его темы, ее точнее, да, это женщина. Ее темы я первый раз нашла больше года назад. И я сохранила себе, обратила на это внимание. Мне было интересно, как это дальше будет развиваться. И вот сейчас снова ее темы появились уже под новым ником, но история вся та же. Поэтому давайте я с вами поделюсь тем, что я нашла. И мы посмотрим с вами, как развивается вот этот бред, как развивается психоз. И я прокомментирую то, что происходит, почему люди не замечают, не распознают. И по каким признакам я распознаю нереалистичность истории, которую рассказывает человек. Давайте начнем с самого начала. Смотрите, это открытый форум. То есть никакой конфиденциальности я не нарушаю, когда я выкладываю скриншоты с этого форума. Любой человек, который даже там не зарегистрирован, может зайти, посмотреть и прочитать. Значит, как начинаются классические темы этого пользователя, да. Вот первая тема, которую мы видим, называется «Надоело жить в подвешенном состоянии». Человек рассказывает о том, что она стала сильно пить, потеряла смысл жизни, находится в депрессии, потому что мужчина любит или не любит, не отпускает, преследует. И для чего все он это делает? То есть вот она просит такой помощи у зала, скажем так, зрительного, да. Я напомню, что на этом форуме находятся как обычные пользователи, так и зарегистрированные специалисты. Чтобы зарегистрироваться там как специалисту, нужно иметь соответствующее образование и предоставить свои документы. Вот еще одна тема, которая открыта этим же пользователям. Почему я так сильно люблю своего мужчину? Сегодня даже спросили меня, если ребенок будет нервы мотать, то мне кажется, что лучше ребенка выгнать из дома, если он будет непослушным. И своего Рената я буду любить, беречь и ценить. А дети вырастут и будут жить своей жизнью. Тут мы узнаем, что мужчину зовут Ренат. Вот этого ее мужчину. Следующий пункт, да, это новая тема. Напрягают дети мужчины, не особо хотела бы строить отношения с ним из-за его прошлого. И он не дает построить при этом отношения с другим мужчиной. Любит меня, развелся с женой из-за меня, и что можно сделать в такой ситуации? Да, то есть история дополняется, развивается тем, что оказывается этот Ренат, он любит ее, он был женат, развелся из-за нее с женой. Да, и при этом не дает ей строить отношения с другим мужчиной и почему-то напрягают ее его дети. Дальше, еще одна тема. Очень хочу к любимому мужчине. Мы вместе не живем, пишет она. Мы с ним соседи. То есть, еще один пункт. Мы узнаем, что он ее сосед. Очень тянет к нему, там, тры-пыры, вот это все. Ну, понятно, да, опять какие душевные страдания. Следующая тема про то, какой глупый мужчина. Он требует от нее изменений, при этом не дает ей хорошего отношения. Опять история про то, что он ушел от жены с двумя детьми, пристал ко мне, требует порядочности, изменений от меня. У меня нет желания быть женственной для него, потому что, чтобы что-то получить, надо сначала что-то дать. То есть, он что-то от нее требует, что-то от нее просит и при этом ничего ей не дает. Чего она хочет, пока непонятно. И, собственно, вот такого типа тем, их на самом деле там гораздо больше. Я вам сейчас выдаю вот такое основное, то, что было. И сейчас я вам буду показывать скриншоты того, какие подробности мы теперь знаем про эти отношения. То есть, что там происходило. В общем-то, пока все очень так убедительно, пока все так интересно, я бы даже сказала, так любопытно, да, что ж там такое происходит. Дальше вот про отношения еще побольше давайте посмотрим. Это еще одна тема, еще одна тема этого человека. И мы выясняем много подробностей. Подскажите, пожалуйста, как можно отделаться от мужчины, который не уважает меня, но преследует, не дает построить отношения с другим человеком. Ему нужно, чтобы я зауважала себя, но как, если он не отстает и не дает переключиться на другого мужчину? И она пишет про то, что как ей надоели эти отношения, но он от себя не отпускает, он как-то преследует его. То ли нужны эти отношения, то ли не нужны эти отношения. Ну, вот такая трудная ситуация у человека. Она не против начать другую жизнь, но он не позволяет. А еще она пишет, что дети у него стрёмные, и жена бывшая у него старая. Он свалил от нее, потому что ей только деньги от него были нужны. Держит меня в подвешенном состоянии. Зачем, да, вот здесь мы видим, зачем он меня преследует и вообще помогает. Надоело, что выставляет меня идиоткой и провоцирует меня. Дальше она пишет, ну, снова вызывает его Ренат, да. Ренат у нее очень хороший. Он не пьет, не играет, и ей вот даже сейчас не страшно садиться в самолет, если она с Ренатом. Если что-то случится, мне не страшно умереть с ним вместе. То есть это какой-то такой мужчина, на которого она очень сильно опирается, который ей помогает во всем, как будто бы, да. Еще немножечко подробностей про него. Он криминальный авторитет, не отпускает от себя. Он знает всех в городе и всем рассказал, что я его девушка. И у нее спрашивают люди, как вам вот это все мешает строить другие отношения. Она пишет, что его все знают и уважают, но вряд ли меня будут рассматривать другие мужчины, как женщину. Дальше интересно. Хотя мы с ним и не вместе. То есть мы понимаем, что она с ним не вместе. У нее с ним нет отношений. Вот ей человек пишет. Ну, если он сосед, то можно просто прийти к нему ночью. Она пишет, что ходила пьяная сегодня ночью, и дверь он не открывает. Очень интересно. То есть она ходила к человеку ночью, и дверь не открывает. Ходила пьяная. У него намного разнообразнее жизнь. У него много знакомых и друзей. А мне заняться нечем. Он все окружение от меня убрал, только родных оставил. То есть какой-то очень властный мужчина, на самом деле. Он ей помог купить квартиру. Убрал от нее ненужное окружение. Сестре помог изменить жизнь. Она намного сейчас лучше живет, чем раньше. Дальше у нас скриншот еще одной ее темы про то, что я устала так жить. Вот тут она пишет гораздо больше подробностей. Моя жизнь – это дом, магазин и интернет. Внимание! Мужчина ограничил меня во всем. Нельзя сидеть в соцсетях, общаться со старыми подругами. С ним мы не живем, но он постоянно на связи. На связи, причем в кавычках. Я не хочу, чтобы мой смысл жизни заключался в приготовлении еды и сидеть в интернете. Мужчина занят делами, а я живу в своей квартире, которую я купила сама, но работу нашел мне он. Пишет она. Работу он ей нашел. Прекрасный какой мужчина. Дальше мы видим, что работа у нее в эскорте, но зато у нее есть своя квартира теперь и пассивный доход. То есть мужчина этот, прекрасный, замечательный, который так любит, нашел ей работу в эскорте. И мы видим, что он видит и читает этот форум. То есть вот она обсуждает под разными никами, под разными аккаунтами, а он читает этот форум. Дальше мы посмотрим, какие же на самом деле реалии происходят в этой истории. Какие признаки обратили на себя мое внимание. Смотрите, человек пишет, я не знаю, что хочет этот человек от меня. Он считает, что я себя не люблю и не уважаю. Напрямую он ко мне плохо не относится. Но через других людей он подстраивает мне неприятные ситуации. Всегда контролирует меня, где я, что я делаю, о чем и с кем я разговариваю. Он все знает, как будто в меня жучок поставил. Он знает о том, что некоторыми действиями причиняет мне сильную боль, но продолжает вести себя так же. Здесь надо понимать, я не нашла скриншоты этой конкретной темы. Но была тема, где этот человек на самом деле пишет, что они с этим мужчиной не то чтобы не в отношениях, а они с ним даже не разговаривают, не общаются, вообще никак не контактируют. То есть, когда она говорит, я с Ренатом в самолете или где-то, и ей не страшно, на самом деле это какая-то странная, несовпадающая деталь. Потому что она во всех темах дальше пишет, что она не общается с ним напрямую. То есть, когда ее в лоб начинают люди спрашивать, они не разговаривают. И вот тут как раз мы видим, да, то есть вы наверняка обсуждали там что-то, и она пишет, мы вообще не разговариваем на такие темы с ним. Она здесь не конкретизирует этот момент, но на самом деле они с ним вообще не разговаривали никогда. Она пишет, он ведет себя так, как будто я его люблю, а он меня нет. И как будто мы просто соседи с ним, но я чувствую по-другому все. То есть, он ведет себя, вы по ее описанию, да, этот человек ведет себя так, что они с ним соседи. Но она по-другому все чувствует, понимаете, да. Дальше она рассказывает, как он ее преследует. И дело совсем не в соцсетях и телефонах. Ее в соцсетях нет, то есть у нее нет аккаунта в соцсетях. Но он всегда напоминает о себе сам. Манипулирует. Живет, опять она пишет про его жену, там какая-то стрёмная жаба. Она заходила, как-то к нему жена ответила в домофон. Голос старушечий сразу слышно. И он старый, и жена старая, то есть она в какой-то из тем писала, что ему 56 лет. И вот, оказывается, она ходила к кому-то в домофон и слышала чей-то голос. Для чего он думает обо мне постоянно, спрашивает она. Для чего всегда интересуется, что я делаю, о чем разговариваю, где бываю, вообще им интересно все, что происходит в моей жизни. То есть, понимаете, да, она ни с кем не общается, но как будто бы вот человек интересуется всем в ее жизни. Вот здесь прям несколько цитат, смотрите. Мы зависим друг от друга мысленно. Он не идет на контакт со мной. Он все равно контактирует со мной через других людей. Пока что вкладов с его стороны больше. Мой вклад только слова. Деструктивные действия, да, она какие-то делает. Разбивает чужие машины. Это чтобы его очень сильно разозлить. И чтобы он отстал от меня. То есть она разбивает чужие машины для того, чтобы от нее отстал вот этот мужчина. Как мы сейчас уже понимаем, несуществующий мужчина. То есть никакого Рената в реальности нет. Но при этом, да, вот ей люди пишут, он вам даже дверь открывать не хочет, какое там не может отпустить. Она говорит, ну-ну, только он преследует меня. Если бы мог отпустить, мог бы и не преследовать. А так он знает всегда, где я, что я делаю, что говорю, все до мелочей. Внимание! Он даже камеры у меня в квартире установил, чтобы смотреть на меня постоянно. И что вы думаете, это не любовь? Еще он очень умный, сильный. Рядом с ним я правильно ощущаю себя в жизни. То есть в ее голове есть фантазия о том, что существует какой-то мужчина, который не идет с ней на контакт, но который при этом безмерно ее любит. Следит за ней, помогает ей, но не строит с ней отношения и не дает ей строить отношения с другими мужчинами. И то она злится, впадает в ярость и говорит, какой он старый, ужасный, отвратительный. Пусть он оставит ее в покое. То она говорит, как она любит его, как она к нему хочет, как она хочет с ним быть вместе и как она без него страдает. Ничего ее не смущает. Он не такой, как все просто. И он выражает свои чувства через других людей, через гадание, через заботу обо мне. Он помогает. Здесь надо немножечко отсылочку тоже к другой ее теме, где она писала о том, что когда она сидит в социальных сетях, у нее нет там аккаунтов, но она там все равно сидит, что-то листает. И когда у нее в ленте попадается какая-то песня, какая-то картинка, какая-то что-то такое еще интересное, ассоциативно вызывающее у нее некоторые фантазии, она в полной уверенности, что это он через соцсети с ней контактирует. Он ей дает какие-то послания через аккаунты других людей. То есть там такая логика. И он помогает ее родным улучшить жизнь. То есть когда что-то происходит хорошо у нее или у ее близких, она считает, что это все делает он. И вот еще, да, она пишет, что он лезет в жизнь, прослушивает телефон, дома установил камеры. Ему хочет, чтобы я вела себя по-другому. И вот эта идея того, что он хочет, чтобы она вела себя по-другому, видимо, чтобы она вела нормальный образ жизни, да, здесь имеется в виду. То есть, похоже, у нее есть какая-то внутренняя часть, которую она размещает вот в этом фантазийном мужчине, которая на самом деле осознает асоциальность ее образа жизни, да, вот этот эскорт, онкоголизм, то, что она там бьет машины, видимо, много еще чего она делает неадекватно в жизни. И вот это ее наблюдающее суперэго, которое, похоже, недоразвиток, которое она размещает вот в этом мужчине, вот этого великого большого родителя, который, с одной стороны, всемогущий, который вездесущий, может ее везде контролировать, может ей помогать, и при этом он же пытается ее воспитать, да. И вот таких моментов, где она пишет об этом, что он контролирует, что он с ней каждую минуту, это значит, что она в его голове постоянно, то есть он думает только о ней, он думает только о том, что с ней, да, ничего важнее в его жизни как будто бы нет, его даже там с женой он якобы развелся, да. То есть вот эта вся история, она разворачивается на форуме в течение нескольких лет. И большинство людей реально не понимают, что это фантазия, что никакого Рената не существует, что это плод ее воображения. Человек живет вот в этом состоянии годами, и годами фантазирует об этом, живет вот в этом. Никакую психиатрическую помощь ей, конечно же, я так понимаю, не оказывают, поскольку динамики в течение нескольких лет никакой, да. То есть это не снижается, человек никуда не исчезает с форума, она вот продолжает писать все эти замечательные темы. Она впадает то в гнев, то вот в эту любовь. И по всей видимости, да, это глубоко травмированная женщина. Скорее всего, это ранняя, очень ранняя травматизация, тяжелая психическая, плюс там может быть генетика, плюс там могут быть какие-то органические поражения, я не знаю, да. Но что мы можем, какой вывод мы можем сделать о ее фантазии, что это огромная потребность вот таком идеализированном, хорошем родителе, который будет, с одной стороны, ее любить, будет центром ее внимания, будет постоянно думать только о ней, который будет всемогущим, который может все, который всегда за ней наблюдает, да, и при этом он такой недосягаемый, то есть по всей видимости, в ее жизни была эта история, может быть, в ее совсем раннем детстве, в первом годе жизни была такая история, вот этой недосягаемости, да, и она пытается, ну, как будто бы добраться до него, пытается все же-таки как-то войти с ним в контакт, да, то есть вот эта история о том, как может быть психоз абсолютно, ну, таким, знаете, реалистичным, то есть если эту женщину встретить на улице, там, да, если вы с ней познакомитесь, будете общаться, и она будет говорить о том, что вот у нее есть мужчина, который ее любит, который там, вот это все, но при этом никак не хочет входить с ней в отношения, пока вы не начнете обращать внимание на некоторые детали или не будете задавать ей нужные вопросы, понимая, да, начав подозревать, что происходит, вы можете никогда даже не понять, что это психоз, что это бред, и что этого мужчины не существует в реальности, да, и люди очень часто на самом деле не распознают вот эти бредовые конструкты у своих близких, пока им на это не укажешь, потому что это все развивается потихонечку, постепенно, человек избегает в разговоре выдавать какие-то подробности, которые могут навести вас на мысль о том, что это нереалистично, и если вы начнете задавать, ну, какие-то конкретные прямые вопросы, которые обычно мы не задаем, обычно мы додумываем, ну, как здоровые люди, да, мы додумываем, то есть если женщина нам рассказывает, меня с мужчиной, он развелся с женой из-за меня, он меня любит, но при этом не вступает со мной в отношения, но при этом везде помогает там и хочет, чтобы я исправилась, это как будто бы все звучит нормально, и с ней можно вполне обсуждать эти отношения, но если изначать задавать ей прямые вопросы, а разговаривали ли вы с этим мужчиной, а когда, а сколько раз, а что он сам говорит, а что он думает, да, и вот если вы спросите, что он думает, она вам расскажет все абсолютно, что он думает, потому что он в ее голове, естественно, она знает, что он думает, но если вы начнете спрашивать факты, скорее всего, это начнет человека раздражать, потому что это будет сталкивать ее с реальностью, да, что на самом деле это они с ним не разговаривают, и она думала, что это ее сосед, она пошла куда-то кому-то, неизвестно кому, похоже, звонить в домофон, там ответила какая-то женщина, и она, конечно, решила, что это его жена, да, и если у нее спросить, а почему ты решила, что это его жена, а как ты поняла, где он живет, да, то есть такие вопросы вообще в голову придет задавать только специалисту. Здоровые люди, они начинают просто додумывать, дофантазировать, ну, как бы, откуда бы она, мало ли откуда она узнала, где он живет, ну, как-то узнала, да, поэтому вот очень внимательно, да, обращайте внимание вот на эти истории, и если вы у своих близких замечаете вот какие-то такие вещи, которые вызывают у вас подозрения, лучше начать задавать совершенно дурацкие, но прямые, конкретные, проясняющие вопросы. Психоз, он всегда скрыт под покровом каких-то обычных банальных историй, и это нужно иметь в виду, если вы будете вот у кого-то это все замечать. Вы спрашиваете подробности, конкретные дурацкие факты, если у вас возникают подозрения. Ну, и, естественно, такие штуки лечатся исключительно врачом-психиатром. Здесь необходимые нейролептики, антипсихотические препараты, да, которые снижают интенсивность психической активности мозга, да, и тогда снижается вот эта вот интенсивность бредовых вот этих всех конструктов и так далее, да. Это длительное, тяжелое, серьезное лечение, ему бесполезно объяснять, что вот, такого не бывает, этого Ренат не существует, это все неправда, и так далее, и так далее. Это не работает, потому что человек создает своей психике вот эту историю, потому что это единственный для него способ выживать сейчас, да, единственный способ, доступный его психике, создать внутри себя ту реальность, которая ему необходима. так что оставьте это дело врачам. Вот такую интересную историю мы с вами сегодня разобрали. Если вам понравилось, подпишитесь на канал, поставьте лайк, и мы увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok